Ну вот, совсем другое дело. Все чистенько, покрасано, поберено. Бардак, окна разбиты, краска сыпется. Но главная проблема, на которую жаловались – затопленный подвал. Инна Зубенко живет на первом этаже. В ее квартире запах канализационных стоков стоял на протяжении нескольких месяцев. Затоп был в подвале по ступеньке, сантиметров 25. Тут лежали трапы, и в сапогах только войти. И канализация всяких фекалий, все отходы, все здесь плавало. Мухи зеленые, блохи. Чтобы решить проблему, жильцы написали письмо на электронную почту в Рио-губернатор Тульской области Алексея Дюмина. Обращение было направлено в Государственную жилищную инспекцию и управляющую компанию ЖУ-7, которая обслуживает дом. На следующий день в подвале устранили засоры и начали ремонт подъезда. Проведена была тут же подготовка в пятницу, организована бригада. И несмотря на то, что впереди были выходные дни, в субботу мои люди уже зашли на ремонт подъезда. В управляющей компании объясняют, подъезд не отремонтировали раньше, потому что занимались подготовкой к отопительному сезону. К тому же летом на первом месте сезонные работы на улице, покраска фасадов, ремонт ступенек. Однако на обращение отреагировали сразу, не хотели потерять доверие жителей. По результатам работы управляющей компании 2015 года, мы заняли одно из ведущих мест в области по реакции обращений жителей. В ходе текущего рейтинга мы немного ушли вниз, в связи с тем, что несколько домов вышли из нашего управления в частный сектор. Это один из критериев, показателей оценки компании. Но у нас есть перспективы, сейчас, возможно, домов будет прибавляться, и рейтинг мы свой, безусловно, восстановим. В госжилинспекции отмечают, большая часть управляющих компаний региона сейчас работает с оглядкой на место в рейтинге. Его составили в мае этого года по поручению Алексея Дюмина. Все компании разделили на три зоны. В зеленую попали лучшие, в желтую – хорошисты. В красную – те, чья работа вызывает больше всего претензий у жителей. Управляющие компании действительно стали гораздо более оперативно реагировать на жалобы жителей. Часто получается, что житель параллельно обращается в управляющую компанию и к нам, и на момент рассмотрения обращения жилищной инспекции вопросы уже либо решаются, либо находятся в активной фазе. Директор новомосковской управляющей компании ЖУ-7 жильцам обещает, работы не примет, пока люди сами не подпишут акт. Наши болячки-то небольшие, их надо просто решить вовремя, никаких неприятностей не было бы. Сейчас, если вот сделали нормально, покрасили, ради бога, разве мы можем ругаться, мы ругаться не можем. Ради бога. Единственная претензия, что… Просто надо сразу реагировать на наши просьбы, и будет все нормально. Рейтинг управляющих компаний будут обновлять каждые три месяца. Следующие опубликуют уже в сентябре. При его составлении учтут задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, выполнение предписаний к госжилинспекции, но главное – количество обращений жителей и скорость их решения. Любовь Зигунко, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.